Ростом он был высок, лицо имел длинное и внушающее уважение, нос облинный, глаза синевато-серые, борода и усы в молодости были ржеватые, но в трудах посидели. Так описывает Христофора Колумба и его современник Бартоломеда Ласкасос, видевший мореплавателя в 1493 году. Христофор Колумб. 520-летие открытия Америки. У нас в гостях историки Владимир Вережкин и Александр Сафронов. Здравствуйте. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира, исторического факультета МГУ имени Ломоносов, автор диссертации «Государство Майя Западного региона в классический период» и 15 статей по истории Древних Майя. Владимир Вережкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, автор монографии публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Владимир Вережкин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Итак, в этом году исполняется 520 лет, событие, которое, образно говоря, увеличило мир практически вдвое. 520 лет открытию Америки. И мы не можем не поговорить о человеке, благодаря которому это открытие состоялось. Не можем не поговорить о Христофоре Колумбе. Надо сказать, что как раз о рождении и детских годах Колумба известно совсем немного. Надежных документов буквально можно пересчитать по пальцам рук. И, естественно, очень много домыслов. Как правило, писали об этом гораздо позже, уже после совершенного открытия. И это вносило свои коррективы в трактовку детства великого первооткрывателя. И вот на это все надо делать поправку, с одной стороны. С другой стороны, естественно, коль скоро речь шла о таком великом открытии, то самые разные страны и города претендовали на то, чтобы являться родиной Христофора Колумба. Его делали то португальцам, то каталонцам, то галисийцам, то французам. Но все-таки самое надежное на данный момент, и судя по тому, как все-таки тщательно изучены уже к сегодняшнему дню архивы, и, в общем, не приходится почти надеяться на какие-то фундаментальные открытия в этой сфере, в общем-то, самым надежным остается генуэзская версия его происхождения, в соответствии с которой он родился между концом августа и октябрем 1451 года в Генуе или его окрестностях. Он был человеком простого происхождения, происходил из семьи ткача, в детстве, видимо, занимался этим делом, но поскольку генуэ в качестве какого-то ученика, помощника, но поскольку генуэ порт, причем один из крупнейших в Средиземноморье, это город с необыкновенно, скажем так, богатой экономической историей, экономическая жизнь в нем буквально била ключом, отсюда уходили корабли не только во все уголки Средиземноморья, но и в Англию, в Нидерланды, куда угодно. Не будем забывать, что где на долгое время была конкуренция царицы Марии Венеции. Совершенно верно, да, вот эти две морские республики, они постоянно на протяжении всего Средневековья и раннего Нового времени между собой соперничали. Колумб, соответственно, уже в, ну скажем, позднем детстве или в юности, как он сам об этом потом писал, вступил на корабль, вышел в море, с тем, чтобы потом это, собственно, стало делом всей его жизни. Он совершал очень много, судя по всему, каботажных плаваний вдоль побережья близлежащего итальянского, и эти навыки потом ему пригодились. Он проявлял потрясающее умение в антильском мелководье везти корабли там, где он никогда не был, то есть как бы не так, чтобы они не сели на мельни, попали на рифы. Вот это умение, которое он приобрел, видимо, еще тогда. Были и более дальние поездки, в частности, он съездил по делам одного из генуэзских торговых домов на остров Хиос, который тоже как бы был тесно связан очень с экономически с Генуэ этого времени. Ну а затем он совершал поездку по делам своих генуэзских хозяев вокруг Европы, мимо Португалии, и вот тогда-то он и оказался в Португалии. По традиционной версии, эта эскадра была атакована пиратами, Колумб героически сопротивлялась, и Колумб, поскольку все-таки корабль, на котором он плыл, был потоплен, вплавь добрался до берега и оказался в Португалии. Это 1476 год, ему, соответственно, 25 примерно лет. Вот, и, значит, вот с этого времени начинается португальский период в его жизни, период, когда, собственно, сформировался вот тот самый великий замысел, проект, результатом которого стало открытие. Какое образование он имел? Если лучше, что он учился в Павийском университете, это достоверно? Вы знаете, это совершенно недостоверно, то есть никаких сведений о университетском, реальных каких-то достоверных сведений о университетском образовании Колумба нет. И более того, весь строй его мыслей, вся его логика и аргументация свидетельствует о том, что это самоучка. Человек, который выучил языки и прочел все, что относится к интересующим его сюжетам, но сам, у него не было вот этой вот схоластической дисциплины ума, которая неизбежна была бы, если бы он учился в одном из них. Какого-нибудь вечерного заведения. Надо сказать, что в Португалии он, на удивление, быстро занял вполне такое достойное положение в обществе. И, возможно, это стало благодаря тому, что в Лиссабоне, как и во всех крупных экономических центрах Европы, а Лиссабон к таковым, безусловно, в это время относился, обязательно были колонии итальянцев, в том числе генуэзцев. И вот... То есть, выйдя на берег, он пришел к землякам? Он оказался у земляков очень быстро, да. И здесь у него были, как бы, у любого человека, который имел какую-то хватку в делах и мог сам себя, как бы, зарекомендовать, был шанс тут же, как бы, вот, войти в эти дела. В это время там находился и его брат младший, который подрабатывал там картографическим делом, но в данном случае не брат учил Колумба, а скорее Колумб, наоборот, поскольку брат был в это время еще юношей, Колумб, как старший, сыграл определенную роль в образовании брата. И вот очень важным, наверное, в судьбе Колумба было то, что он там же, в Португалии, быстро и удачно женился. Женился на женщине Филиппе Мониш де Перестрелло, или Перестрелло на португальский манер, в которой были и португальские, и итальянские корни. Перестрелло фамилия итальянская, а Мониш, соответственно, португальская. И она была дочерью одного из соратников Энрики Мореплавателя, знаменитого организатора португальского Генриха, того, кто в традиционной русской транскрипции называют Генрихом Мореплавателем, совершенно верно. И тем самым он оказался своим среди морских капитанов, офицеров, знатоков моря и навигации Португалия. Генрих Мореплаватель родился в 1394 году, португальский принц, третий сын короля Португалии Жоанна I. Сам Генрих не участвовал в экспедициях, связанных с великими географическими открытиями, но покровительствовал многим португальским мореплавателям, которые отправлялись к островам Атлантического океана и южнее, вдоль западного побережья Африки. В результате уже после смерти Генриха Мореплавателя были открыты мыс Доброй Надежды и морской путь в Индию. Генрих Мореплаватель основал школу, где капитанов и лоцманов обучали навигации, астрономии и картографии. Португалия в это время – это ведущая морская держава Европы. Это страна, которая медленно, шаг за шагом осваивала восточный путь. Совершенно верно. То есть к этому времени уже был освоен Гвинейский залив, и, собственно, нарастал, готовился следующий скачок, который в течение буквально одного десятилетия уже на глазах Колумба приведет португальцев к южной оконечности Африки. Вот в этом котле, в котором какие-то влияния из Средиземноморья, собственно, португальские, африканские были перемешаны, где все говорило об открытиях, о новых землях, об экзотике и богатствах дальних стран, оказался Колумб молодой, увлекающийся, и, соответственно, это все не могло не оказать влияния на его формирование и на, собственно, проект. Он совершал за время пребывания в Португалии, а это все-таки 9 лет, 1976 по 1985 годы, 1400, он совершил, как минимум, несколько дальних плаваний, в том числе к берегам Англии, одно из его плаваний было, а также к Гвинейский залив, к берегам крепости Сан-Жоржа-Дамина, которая была крупнейшим центром в это время африканской работорговли, золотодобычи в этом регионе, и, собственно, центром, который организовывал дальнейшее продвижение. Вот в этой ситуации, собственно, зреет проект, Колумб слушает рассказы португальских моряков, естественно, среди них есть реальные рассказы, есть какие-то моряцкие байки, без этого, естественно, никак. В числе прочего говорится о каких-то там стволах деревьев, неизвестных пород, которые принесло из Атлантики, с Запада, да, а якобы о каких-то там лодках, в которых были какие-то люди, непохожие на европейцев, вот все это, собственно, влияет на него, и он, собственно, в это время как раз зреет его замысел. Ну, замысел Колумба – это, в общем, действительно квинтэссенция той мысли европейской, которая была в ходу на западной оконечности европейского континента, потому что, ну, собственно, идея плавания на Запад и достижения берегов Азии, она, в общем, не навала для времени Колумба, она в каком-то смысле выдвигалась еще даже в античное время. Тот же самый Аристотель, Страбон писали, что если плыть за Гераклова столбы на Запад, то, соответственно, рано или поздно достигнешь Азиатского континента, потому что они предполагали, что Земля имела форму шара, соответственно, возможно было достичь Азии, ну, чисто теоретически тогда. Колумб предположил, что если действительно Земля имеет форму шара, то, плывя на Запад, можно достичь самой восточной оконечности Азиатского континента, о которой европейцы достаточно много знали. То есть и Японию. Да, то есть Японию, или как в то время называли Чипангу или Сипангу. Ну и Катай тоже. Да, и Китай. Соответственно, Индия как таковая, она не была целью. Колумба, естественно, он предполагал достичь вот именно самой восточной оконечности. О базе европейцы знают в то время достаточно много. Особенно после путешествия Марка Пола в конце XIII века посвященный такой европейский ум, в общем, искал способа достичь Азиатского континента. Тем более, что сведения Марка Пола, они во многом были такие слегка легендарные. Да, они... То есть вообще азиатские страны воспринимались как нечто сказочное, сказочно богатые страны, где там чуть ли не дома сделаны из золота, крыши покрыты золотой. Ну, крыши тоже во всяком случае. Да, это... Вот, поэтому, конечно, это было... Поэтому на глазах Колумба разворачивалась эпопея плавания вокруг Африки. То есть постепенно португальцы шаг за шагом действительно продвигались с южной оконечности Африки и практически уже вышли в Индийский океан. И Колумб предположил, что если Земля имеет форму шара, то, возможно, западный путь через океан гораздо короче, чем вокруг Африки. Потому что действительно, ну, можно себе представить, глядя на современную карту, как выглядит путь до Индии вокруг Африки, он достаточно продолжителен и требует много времени и затраты физических и финансовых. Вопрос состоял только в том, а насколько далеко нужно было плыть на запад, потому что Атлантический океан был исследован вплоть до Азорских островов. Это, пожалуй, самая западная точка, доступная европейцам в конце 15 века, до плавания Колумба. И насколько далеко нужно было углубиться на запад в океан, чтобы достичь желаемой Земли. Естественно, никто на это дать не мог ответа. Только исключительно теоретические расчеты могли позволить Колумбу предположить, сколько нужно времени, какое нужно пройти расстояние для того, чтобы достичь Японии. Последние годы жизни Колумба, уже когда составлялся его жизнеописание, получило распространение истории о том, что примерно в 1474 году Колумб общался с итальянским картографом Пауло Тосканелли, который предположил, что расстояние, вот основываясь на более ранних авторах, предположил, что расстояние от Европы до Азии... До Чепангу. Да, до Чепангу. Составляет порядка 10 тысяч километров. Но, в общем, это достаточно внушительная цифра даже по нынешним временам. Поэтому, ну, Колумб сознательно или не очень, но решил сократить это расстояние. Он считал, что всё-таки Азия находится гораздо ближе по отношению к Европе. На самом деле, даже и 10 тысяч – это не полное расстояние. Да, нет, конечно. Ну, реальное расстояние... То есть, реально около 16, да? По-моему, больше, где-то 18-19 тысяч километров. Это вот реальное расстояние. Если бы не было у нас Америки, то, соответственно, такое практически половину окружности земного шара нужно было пройти для того, чтобы достичь Азии. Колумб пошёл двумя путями. Во-первых, он сократил количество меридианов, которые нужно было пройти от Европы до Азии. Ведь, собственно, уже европейцам, скажем так, было известно, что... Ну, то есть, предположили, что Землю можно делить на меридианы, на 360 градусов, соответственно, каждый меридиан – это 1 градус. И вот он просто сократил количество меридианов, которые предполагалось между Европой и Азией. Там с порядка 80 до 68. То есть, он считал, что расстояние короче. Да, на 3. Во-вторых, он уменьшил расстояние самого меридиана. Если до него предполагали, что там достаточно большое расстояние, но это основываясь в основном на исследованиях арабских, предшествующих Колумбо-арабских мореплавателям, математикам, то за основу расчёта меридиана была принята, там, по-моему, какая-то арабская она, что ли, сейчас в мире называется, она составляет порядка где-то больше 2 километров, ну, где-то, наверное, 2 километра, то Колумб принял за основу итальянскую морскую милю, которая составляет чуть меньше полутора километров, и, соответственно, таким образом расстояние меридиана сократилось на четверть. И расстояние меридиана, одного меридиана, по его расчётам, выходило где-то 56,2 итальянских морских милей, что в общей сложности предполагало расстояние от Европы до Азии где-то 5,5-5700 километров. Вы имеете в виду от Канарских островов? Да, от Канарских островов. Откуда уже от Канарских и Алиодорских островов неведомое. Да, то есть ещё меридианы сократились за счёт того, что всё-таки было расстояние океана между континентом и островами, то есть, которое было известно европейцам. Таким образом, вот расстояние получилось более 5000 километров, что составляло вполне преодолимую дистанцию для судов того времени. Давайте так немножко сделаем небольшое отступление и всё-таки вспомним, что викинги приблизились непосредственно к Америке к Новому Свету, будем говорить, потому что Американ стало позже. Они приблизились где-то в 10-11 веках. Скандинавские мореплаватели, они плыли от острова к острову, и для них те земли в Америке, которые они открыли, были прямым продолжением Европы. Они не воспринимали эту территорию как что-то принципиально отличное. Они понятия не имели, что это часть какой-то огромной суши, которая тянется далеко-далеко к югу. И им не приходилось преодолевать таких огромных расстояний непрерывного. То есть, они плыли, соответственно, если это были, допустим, норвежцы, они плыли до Исландии, от того Гренландии. То есть, это всё расстояние на порядок. В Гренландии недалеко, но надо ещё заметить, что в тот момент Гренландия действительно соответствовала своему имени. То есть, она была всё-таки немножко более обжита, и там было не так холодно, и не было таких людников. Ну, обжита она стала как раз благодаря викингам. А что касается названия, то оно такое немножко лукавое, потому что викинги ведь назвали, Эрик Рыжий, открывший Гренландию, назвал её так, по-лучшему, что в ней есть. Вот он заметил там клочок зелени и назвал страну Гренландии. Эрик Тормальдсен Рыжий, исландец, изгнанный из страны за убийство и вынужден переселиться в Гренландию. В 80-х годах 10-го столетия, во время изгнания, Эрик обследовал южное и юго-западное побережье суши, названное им Гренландией, зелёной страной. Эрик Рыжий положил начало освоению юго-западной части острова, основав здесь первое поселение. В 986 году он привёл к берегам Гренландии крупную флотилию с колонистами, расселившимися в указанных Эриком Рыжим районах. Викинги, которые приплыли, собственно, к Гренландию, они осуществили традиционную для себя хозяйственную деятельность, это скотоводство, землепаршество там, конечно, было сложно осуществить, но, тем не менее, они не переходили на другой вид деятельности, поэтому вполне в этот период условия Гренландии вполне удовлетворяли той вот хозяйственной деятельностью, к которой они привыкли. Собственно, на территории Америки викинги не закрепились, то есть, как короткое время существовало поселение на Ньюфаундленде, но оно очень недолго существовало. Какие-то легенды об их проникновении вглубь американского континента остаются легендами, и там, как бы, те якобы доказательства, которые предъявляют, в общем, в основном, изобличены как подлоги. Вот, так что, да, и что здесь важно? То, что, с одной стороны, вот эта деятельность была не так уж принципиально важна для викингов, не так уж много народу можно было там поселить, не так уж сказочно хороши были условия. Чтобы в этом имело смысл разговаривать с итальянцами. Ну, да-да-да, с одной стороны. С другой стороны, действительно, ну, как бы, вот это было знание, с которым не бы смысла знакомить кого-то еще, и которое не очень-то, на самом деле, и интересовало, наверное, остальную средневековую Европу. Оно осталось достоянием одних только викингов, и у них самих тоже было полузабыто. Да, и вот мне бы хотелось еще отметить, что викинги, действительно, то есть, скандинавы – это периферия Европы. То есть, далеко не все, что они узнавали, так или иначе, доходило до центра Европы, до Южной Европы, до Средиземноморья, там, где была сосредоточена основная, скажем так, морская деятельность. Поэтому вполне возможно, что очень многие знания, которые, возможно, викинги готовы были передать европейцам, но они просто не дошли до Южной Европы, и все, скажем так, сохранились только в каких-то преданиях, легендах, тех же исландских сагах, не более того. Нет, ну, в общем, наверное, действительно, Средиземноморскую, скажем, Европу мало интересовали какие-то мрачные и не имеющие… Неслишком дружелюбные. Да, 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 не слишком дружелюбные и не имеющие какой-то практической ценности острова где-то там на севере. Ну, хорошо, вернемся к Колумбу. Итак, он сократил это расстояние при разработке своего проекта. Происходило ли это сознательно, чтобы можно было этот проект успешнее протолкнуть, как тебе принято назвать? Ну, естественно, вообще Колумб, когда проталкивал через европейские королевские дворы, Португалии, Испании свой проект, он опирался на то, что это не только прямая какая-то финансовая выгода, это достаточно легко осуществимое путешествие. Потому что вообще с времен античности предполагал, что за Атлантическим океаном лежит, между Азией и Европой, лежат еще какие-то земли. Да, в те же самые мифические континенты, возможно, тогда решили... Да, что-то типа Земля Афир или Земля Антилия, которая находилась как раз по предположениям древних географов между Азией и Европой. Остров Бразил. Да, остров Бразил и так далее. То есть там целый список географических названий, которые помещали на карту между Европой и Америкой. То есть не Америкой, а Азией. И, кстати говоря, вот на одном из атласов, на глобусе, земное яблоко Мартина Бихайма, который вышел как раз в год открытия Америки... Ну, естественно, он еще не знал открытия Америки. Да, он еще не знал открытия Америки. Там как раз вот такой большой остров Антилия, он помещен строго между Азией и Европой. Как раз в том месте, где, по идее, Колумб нашел Америку. Поэтому Колумб оперировал тем, что он может достичь Азии путем достижения островов, которые находились в Атлантическом океане. То есть это было не прямое плавание, а это было плавание через какие-то еще земли. И, соответственно, вот эта идея, она как раз была основной у Колумба. И он ее предложил сначала португальскому... Как отнеслись властители мира села к этой идее? Тут надо сказать, что сначала, естественно, живя в Португалии, будучи во всем связан с Португалией на тот момент, Колумб предложил этот свой проект королю Португалии. Предложил очень неподходящий для этого момент. Потому что в это время уже португальцы сделали основную ставку на путь вокруг Африки и надеялись на то, что не так уж много им осталось на этом пути, как это, в общем, собственно, в конечном счете и получилось. То есть богатств Востока португальцы в итоге достигли до Колумба. Раньше, чем Колумб со всеми его путешествиями. Но при этом король Жоан II, тогдашний португальский монарх, был человеком очень осмотрительным. Он, даже, в общем, не имея каких-то особых оснований сходу соглашаться, все-таки не стал пороть горячку, как бы сейчас сказали, и передал этот проект специально созданной комиссии, так называемой математической жунте, или хунте, как его называют иногда на испанский манер. И в состав этой жунты входили крупнейшие знатоки навигации, географии, математики, астрономии того времени. Люди, которые действительно были лучшими знатоками в Европе. Естественно, они тут же увидели все вот эти натяжки Колумба и вот все эти его вольные или невольные манипуляции с градусом, и вот это растягивание суши на 220 градусов вместо гораздо меньшего числа этих градусов. И, в общем, сделали вывод о том, что этот проект, в общем, с научной точки зрения несостоятелен к чести науки того времени. Только так настоящие ученые того времени и могли бы сделать. И вот после этого, собственно, в жизни Колумба наступает новый этап. Почти одновременно с отказом, который он получил, умирает его жена португальская, от нее у него остался единственный его законный сын, Диего, с которым вместе он бежит в Испанию, в соседнюю. Почему бежит? Почему бежит? Были, естественно, разные точки зрения о том, что якобы там его не хотел отпускать король, который боялся, что он то ли протолкнет этот проект где-то еще, и проект окажется удачным, то ли разгласит португальские секреты, о которых он был осведомлен, с другой стороны, потом Колумб по приглашению этого же самого португальского короля еще раз приезжал в Португалию без всяких проблем. Так что, скорее всего... Король гарантировал ему неприкосновенность. Неприкосновенность, да, но теоретически мог ведь и сделать вид, что он-то неприкосновенность обеспечил, а вот случилось какое-нибудь там несчастье, напали бандиты, допустим, никто же от этого не застрахован. Так что это способы действовать иначе у короля были, в принципе. Но вот это бегство, видимо, все-таки, возможно, связано с тем, что в Португалии у него были долги, и он спасался от кредиторов. Ну, это скорее, скорее, конечно. Потому что в охранной грамоте сказано, что и наше правосудие, ну, королевское правосудие не повредит Колумбу в случае предъявления претензий по некоторым обязательствам. Что это за обязательства? Потом Колумб вспомнил своих, тех, кому он должен, уже в завещании на смертном Адре. И эти вопросы решат. Но, тем не менее, он бежит вместе с сыном в Испанию. И там, оказывается, около монастыря, недалеко от границы с Португалией, там рядом несколько городков, портовых палос, уэльва, еще там несколько, Магер. И вот рядом с ними находился монастырь, францисканский монастырь Ла Рабида, в котором он попросил ночлега и приюта на какое-то время. Там он познакомился с настоятелем Антонио де Марченой, который оказался большим любителем космографии и навигации, который по традиционной версии, ну, которой нет каких-то особых оснований отвергнуть ее, да, то есть, может быть, что-то иное. Но, во всяком случае, он пришел в восторг и дал Колумбу рекомендательные письма ко двору. Это был очень важный момент, потому что без этого попасть, вот войти в этот... Достаточно закрытый мир. Достаточно закрытый мир было бы сложно. Тут в этом отношении Колумбу, безусловно, повезло. И, тем не менее, несмотря на это, его испанские мытарства продолжались все-таки 7 лет. После 9 лет Португалии, 7 лет Испании, которые наполнены были почти непрерывной борьбой за осуществление своего проекта. Ну, тут надо еще иметь в виду, что в отличие от Португалии, где все-таки король более или менее сидел в одном-двух-трех местах в Испании, двор странствовал. Фернанда Изабелла, король Арагона и королева Кастилии, соответственно, путешествовали по стране, не оседая надолго в каком-то месте. Подсчитано там, что они меняли в среднем свое место пребывания чуть ли не раз в несколько дней. Естественно, при таком графике с ними вместе ездили какие-то деловые инстанции, которые даже не успевали распаковать свои сундуки. Поэтому даже простые дела решались месяцами и годами. Первую аудиенцию он получил, и это было большое счастье, спустя несколько месяцев после прибытия в Испанию. На аудиенции король и королева проявили сдержанный интерес к тому, о чем он говорил, но, естественно, тоже захотели как-то разобраться в этом получше, и была назначена комиссия. Еще одна комиссия. Еще, уже в Испании, да. Во главе с духовником королевы, Эрнандо де Талаверой. Уже сам факт того, что во главе ее поставлен был столь близкий Королеве Человек, свидетельствует о том, что сразу же королева отнеслась к этому проекту серьезно. И вот на протяжении года с чем-то эта комиссия, соответственно, заседала, рассматривала доводы Колумба, несколько раз его заслушивала, и в конце концов, поскольку хорошие знатоки навигации космографии были и в Испании, он и здесь получил отказ. И любой другой на месте Колумба отчаялся бы, уехал куда-то еще, и действительно Колумб подумывал о других вариантах. Соответственно, его брат... Бакломи. У него было, в принципе, два брата, сейчас я уже не помню, был еще брат Диего, который тоже был причастен ко многим его действиям и тогда и позже. Кто-то из его братьев посетил Англию, предлагая этот проект Генриху VII, первому монарху династии Тюров, но тому в тот момент это было... Тоже было не до того. Ну, в общем, он только-только... Басуорт, в общем, еще был совсем свежим воспоминанием, и ему было не до того, не до рискованных этих предприятий. Во Франции в это время тоже, значит, он был и тоже рассматривался этот проект, но тоже как-то им особенно не заинтересовались. А сам Колумб при этом, не покидая Испанию, пытался найти людей, которые бы поддержали, влиятельных людей, которые бы поддержали его проект и добились бы от короны все-таки его принятия. Ну, плюс к этому, возможно, еще не самых бедных людей, которые могли бы посодействовать помимо короны в эти осуществления этот проект. Это да. Вот в частности, он на протяжении определенного периода вел переговоры с двумя андалусийскими герцогами. Герцогом Медино-Седонией и герцогом Медино-Сели. В совокупности эти люди владели, наверное, чуть ли не половиной Андалусии. И у каждого из них была своя флотилия и свои порты на Атлантическом побережье Андалусии. Но проблема вся была в том, что при всем благожелательном отношении к Колумбу и интересе к его идеям, они боялись вступить в конфликт с королевой. Королева дала понять, что она не хотела бы, чтобы это предприятие, независимо от того, как она на него ответит, переходило в частные руки. А поскольку жива еще была память о временах анархии, которые предшествовали воцарению Изабеллы и войне, по сути, гражданской войне, которая, собственно, сопровождала первые годы ее правления, когда очень жестко действовали монархи, усмиряя вот эту магнатскую вольницу аристократическую, то, естественно, рисковать особенно никто не хотел, поскольку Фернандо и Изабелла очень умело выстроили к этому времени свои отношения со знатью, политически отстранив ее, но экономически всячески ей покровительство, в общем, ей было что терять, и рисковать никто особенно не собирался. Так что, скорее, речь идет о людях другого плана, которые были важны именно не столько как владельцы необходимых средств, сколько как люди, которые могли повлиять на... Королевский двор Испании тоже, в общем, был занят своими проблемами, потому что, надо напомнить, что в это время в Испании шла героическая эпопия реконкисты, отвоевание... Заканчивалось. Заканчивалось, да, уже заканчивалось, потому что как раз взяли Малагу, был на последний оплот Мавров Гранатский Эмират, поэтому, конечно, Королевский двор основные финансовые средства сосредоточил именно на ведении войны на территории Иберийского полуострова, нежели на каких-то предприятиях вне него. И вот, собственно, такой прогресс появился только уже в 492 году, когда... В январе пала Граната. Да, когда в январе пала Граната, и появилась возможность, именно с точки зрения вот такого эмоционального подъема, освобождения финансовых средств в государстве, для осуществления такого проекта, который планировал Колумб, потому что это все-таки мероприятие планировалось дорогостоящее, это ведь не один корабль какой-то маленький, это нужно было соблюдать целую флотилию. И вот как раз в этот момент Колумб тоже очень удачно вновь завел речь о подобном плавании. Проблема была не столько в стоимости экспедиции самой, все-таки три корабля, расход, ну такой, допустимый вполне, да. Проблема была в том, что в условиях Гранатской войны нельзя было рисковать обострить отношения с Португалией. Потому что к этому времени существовал договор, Алкасовский договор 1479 года, который как раз закончил вот эту гражданскую войну, которую я упоминал, которая была не просто войной, а войной отягощенной португальской интервенцией. Португальцы хотели посадить на трон дочь предыдущего короля, Энрики IV, а Изабелла, младшая сестра Энрики, соответственно, боролась с португальцами и выиграла эту борьбу вместе с мужем Фердинандом. И в этих условиях, в общем, обострять отношения, еще совсем не зажившие раны в отношениях с Португалией совершенно как-то не хотелось. Тем более, что договор, который существовал, вот этот Алкасовский договор, он предполагал разделение сфер влияния в Атлантике между Кастилией и Португалией в широтном отношении. То есть, вот горизонтальная линия, которая делила Атлантику и проходила, ну скажем так, так, что Куба и южная часть Багамских островов оказывались еще на португальской территории. Ну, открытых впоследствии. Открытых впоследствии, да. Но проблема была в том, что любая масштабная экспедиция в зародном направлении, она предполагала вот такие проблемы с Португалией. Тем более, что Колумб, возможно, мы не знаем этого в точности, мы же не знаем, о чем говорилось на всех этих переговорах и консультациях, и аудиенциях конкретно. Да, возможно, что Колумб как-то высказывал свое желание плыть на запад в более южных широтах, чем это делалось до сих пор, потому что португальцы, конечно, от Азорских островов и от Мадейры на запад плавали так или иначе, хотя у нас нет конкретных каких-то данных, но все дело в том, что в тех широтах ветры и течения неблагоприятствуют плаванием в западном направлении, их все время сносило обратно. В конце концов, они бросили это занятие как неперспективное. Колумб же открыл вот тот великий принцип трансатлантической навигации, что плыть в ту сторону, на запад надо на широте Канарских островов, а обратно, соответственно, возвращаться гораздо севернее. И вот в этих условиях, конечно, рисковать, пока не закончена Гранатская война, корона не жила. Но война закончилась. Но война закончилась, и к этому времени как раз Колумб более или менее закончил, сколотил группу давления, если можно так выразиться, то есть группу людей, которые упорно пробивали каждый со своей стороны этот проект. Состав ее очень любопытен, он давно известен историкам, это порядка 8-9 человек. Среди них три очень влиятельных служителя церкви, это Педро Гонсалес де Мендоса, который был кардиналом и архиепископом Толецким, то есть глава Испанской церкви. Это уже знакомый нам Эрнандо де Талавера, хотя комиссия дала отрицательный отзыв, но лично он все равно остался сторонником Колумба. И это будущий воспитатель принца, тогдашний воспитатель наследного принца Хуана, а значит человек очень влиятельный, а в будущем ставший великим инквизитором Диего де Деса. Кроме того, это три аристократа, из которых двое были причастны к управлению финансами, и это не случайно. Третий был постельничем, по-моему, или каким-то близким коммергером, коммергером короля Фердинанда. И, наконец, два банкира, Сант-Анхеле Санчес, люди, к которым обращено самое первое послание Колумба, которое он писал еще в океане, возвращаясь. То есть, собственно, первое известие о открытии Нового Света – это письмо Сант-Анхелю Санчесу. И вот такой состав этой группы поддержки, он, конечно, очень о многом говорит. Тут нет каких-то аристократов военного плана. Это люди, которые связаны с финансами, либо близки к двору и живут придворной жизнью. Это служители церкви, которые заинтересованы в том, чтобы распространить христианство на новые земли. Тем более, что только что взята граната, это огромный такой вот подъем. Многие надеялись, что за этим последует отвоевание североафриканского берега, а там, глядишь, и дойдут до Египта, и до гроба Господня. Такие проекты реально существовали, и средиземноморская политика католических королей в это время очень такая активная. Но и вот это западное направление, то есть, по сути, ведь речь не шла, естественно, об открытии новой части света, речь шла об открытии удобного пути в Северный Восток. В Азию через Запад. То есть, речь шла о том, что, прибыв на Восток, развернув там евангелизацию, обращение местного населения, пробиться к пресловутому государству царя Пресвитера Иоанна, и совместными усилиями ударить по мусульманам как бы с тыла. Вот как бы глобально каков был замысел, и Калуб, несомненно, так это имел в виду, и эти аргументы тоже привлекал. Кстати, говорят, участие служителей церкви, причем высокопоставленных, оно очень примечательно, поскольку сразу видно, что церковь, как таковая, не отрицала, в принципе, и широобразность земли, и возможность плавания на Запад. То есть, здесь препятствий особых не было. Например, это описывают в какой-то популярной литературе. То есть, церковь... Да, она, собственно, эта популярная литература, она восходит к романтикам 19-го столетия, которые вот описывали там саламангский диспут Колумба, то есть, одно из заседаний вот этой самой комиссии Талавера, как вот такое, то, что Колумб посрамляет невежественных церковников, которые отрицают широобразность земли. Это, естественно, пол-денонсенс, никогда такого не было. В это время, в конце 15-го века, ни один образованный человек оставить под сомнение широобразной земли не рискнул бы. То есть, церковь здесь выступала, конечно, как союзник Колумба, и расширение, там, перспективное расширение числа, да, влияние самой церкви, она сыграла очень важную роль. И, естественно, это и экономические интересы короны. И, кстати, очень примечательно, что именно там не было военных, поскольку в первых экспедициях Колумба военных, как таковых, профессиональных, не было вообще. То есть, это были люди, которые именно заинтересованы в экономических выгодах самого предприятия, нежели какой-то воинственной его направленности, завоевания новой земли. И, собственно говоря, в 1490-х, вот очень-очень показательно, буквально через несколько дней после капитуляции Гранады его в очередной раз принимают, и во второй половине апреля подписывают с ним договор, так называемая капитуляция в Санта-Фе, капитуляция, поскольку она была разделена на главы капитулы, вот отсюда такое название, и вот эта самая капитуляция, собственно, она документ в своем роде удивительный, да, то есть там такие, казалось бы, требования, которые могли бы отпугнуть кого угодно. Ну, Колумба действительно предъявил, он не только был страстным путешественником, там мечтал создать предоткрывателя, он имел еще некие практические выгоды. И при переговорах с Королевским двором Испании он, конечно, выдвинул очень высокие требования. Во-первых, назначить, получить титул адмирала Океанского моря, или, как он называет, там, море-океана, получить титул вице-короля всех новооткрытых земель, а это очень много, то есть это фактически первый человек в новооткрытых землях, который был ответственен только перед лицом Испанского королевского двора, и все. И плюс еще привилегии не выдавать, иметь привилегию самому плавать, единоречного плавания в новооткрытые земли. То есть очень долгое время у Колумба, ну, на протяжении первых двух его плаваний, у Колумба не было соперников, именно потому, что Королевский двор никому больше не выдавал разрешения на эти плавания. Это очень важно, только после уже каких-то там неудач Колумба стали, в самом конце 15 века, стали выдавать разрешение... Кому-то еще. Да, кому-то еще. И Королевский двор принял эти условия, выдал достаточно большую сумму у Колумба. Там еще не только это было, да, помимо того, что уже это было почти неслыхано, потому что адмиралами в это время было несколько титулов адмирала, адмирал Анталуси, адмирал Кастилина, это все были высшие аристократы, люди, у которых в жилах течет королевская кровь. А тут какой-то непонятный итальянец из Гены, а надо сказать, что к итальянцам в Испании относились в это время немножко свысока, примерно как в современных Соединенных Штатах к мексиканцам. И вот когда в 1492 году, в преддверии юбилея, снимали фильм, сразу два тогда знаменитых фильма, в одном из них главную роль играл Депардье, который очень так остроумно описывая, с какими трудностями пришлось столкнуться его герою, пробивая свой проект, сказал тогда, представьте себе, что к президенту Бушу, тогда это был еще средство, Буш старший, да, пришел какой-то непонятный мексиканец и просит 100 миллионов долларов под полет на Марс. Вот это очень точная, по-моему, такая метафора, которая позволяет оценить, как трудно добыла Колумбу действительно добиться этого проекта. Летом с 1492 года Колумб стал набирать экспедицию. За время пребывания в Испании он познакомился с братьями Пенсонами, Мартином и Висентом Пенсонами, которые были очень известными мореплавателями в Палосе, и у них, помимо всего прочего, был собственный корабль Пинта, который стал одним из тех кораблей, который впоследствии принял участие в первой экспедиции Колумба. То есть здесь фактически один из кораблей, он был снаряжен на частные деньги от братьев Пенсонов. Два других корабля Санта-Мария, который в действительности, на самом деле, носил название «Галисийка», потому что он был построен на верфях Галисии, и Колумб дал ему название Санта-Мария, стал флагманским кораблем. Но среди остальных кораблей он выделялся исключительно размерами. Вообще сам Колумб был не очень высоким мнением о мореходных качествах Санта-Марии, потому что он по вызову Колумб был очень неповоротливым и мало подходил для дела открытия Рад. И он был медленнее других кораблей, поэтому Колумб, плывя на флагмане, оказывался в дурацкой ситуации, когда остальные два корабля легко могут его обогнать. Ну, вообще, надо сказать, что в конце 15-го века понятие «каравелла» распространялся на достаточно широкий класс кораблей. Это в основном легкие суда с достаточно хорошим парусным оснащением, имеющие косой парус и позволяющие плыть, в том числе, против ветра. «Каравелла» – морское однополубное парусное судно с высокими бортами и надстройками в носу и корме. До 15-го столетия «каравелла» – небольшое португальское рыболовное парусное судно водоизмещением около 20 тонн. С 15-го века «каравелла» стали более мореходными. Водоизмещение «каравелла» возросло до 400 тонн, длина до 35 метров, ширина до 9 метров. «Каравелла» имела 3 или 4 мачты. В 1492 году Христофор Колумб совершил на «каравелле» плавание через Атлантический океан, а в 1498 году «Васка де Гамма» – плавание из Европы в Индию. По приказу королевской Читы в команду стали набирать заключенных из тюрем того же Павлоса, из Севильи, и в основном осужденных на каторжные работы за оскорбление королевской семьи. То есть, в основном, конечно, не уголовные чисто элементы. И таким образом вот фактически насильно удалось набрать команду примерно в 100 человек. И вот большую часть… – 90 с небольшим. – Да, 90 с небольшим. И вот большую часть из них составляли именно, во-первых, моряки-торговцы, то есть которые занимались такой больше экономической, нежели военной деятельностью. И вот в какой-то мере туда попали авантюристы совсем уж, которые… – Не то, чтобы было очень много, потому что все-таки слово «пенсонов» означало очень много. Это были влиятельные люди. И то, что вот они встали на сторону Колумба, сыграло, конечно, огромную роль в снаряжении экспедиции. Вообще роль пенсонов очень, конечно, интересна в этой экспедиции, но я надеюсь, что мы еще к этому вернемся, потому что была она очень неоднозначной. И так вот эти корабли были, в конце концов, подготовлены, на них были загружены припасы. И, соответственно, 3 августа они вышли из Палоса, пересекли Кадийский залив, затем вдоль побережья Африки до Канарских островов. Вот, довольно быстро и легко они прошли это расстояние. Там Колумб задержался на некоторое время, чтобы переоснастить корабли и справить замеченные недостатки. В этом отношении в трансатлантических плаваниях роль Канарских островов была и с этой точки зрения очень важна. То есть можно было поправить, не возвращаясь назад, какие-то замеченные недостатки перед основным перегоном. И, соответственно, в первых числах сентября корабли отправились с Канарских островов в открытый океан. Это была первая такая осознанная попытка человека пересечь океан, насколько известно. Корабли идут бойко, хорошо, все замечательно, вполне себе хорошая погода, попутный ветер. Но по мере того, как они, соответственно, удаляются от земли, а впереди ничего не появляется, естественно, среди моряков зреет некое такое брожение, некие опасения, недовольства. Моряки вообще народ суеверный и склонный к мистике, к тому, чтобы видеть худшее. Колумб предвидел такие настроения и специально вел двойную бухгалтерию. То есть он одни расстояния, пройденные за день, фиксировал те, которые он считал реальными, а другие, несколько меньшие, объявлял официально. Потом, правда, выяснилось, что истина лежит, по крайней мере, где-то посредине, если не ближе к тем, которые он выдавал за истинные. То есть он как бы... Дело в том, что в это время определять пройденные расстояния было не так просто. Проблема была в том, что не умели надежно определять долготу. Это мы научились только в XVIII веке с изобретением надежных хронометров уже во времена Кука. То есть совсем другая история, другая эпоха. Так что к исходу первого месяца плавания, в первых числах октября, в общем-то, команды находились на грани бунты. Уже в такой обстановке нервозного ожидания, я бы сказал, в ночь на 12 октября сначала были замечены какие-то вспышки вдалеке. Возможно, какие-то костры, которые горели на одном из этих островов, которые приближались. Ну и наконец, значит, увидена была земля. И утром, соответственно, корабли Колумба до 12 октября. Родриго де Триано. Да, да, да. Матрос, который Родриго де Триано, соответственно, первый ее увидел. Сам Колумб, надо сказать, в общем, вряд ли для того, чтобы перехватить награду, которая за это была положена, а скорее просто вот для того, чтобы подчеркнуть свою роль, говорил о том, что он-то видел эту землю еще за несколько часов до Родриго де Триано. Но как бы то ни было, земля была увидена, корабли оказались около нее. Это были Багамские острова. Сейчас обычно этот остров Гуанахани, как его называли индейцы, или Сан-Сальвадор, как его назвал Колумб, Святой Спаситель, сейчас его обычно интерпретируют как остров Уотлинг. Да, это один из группы Багамских островов, которые наиболее выдается к востоку от Багамских островов в Атлантический океан. И, в общем, вполне логично, что именно туда пристали корабли Колумба. Но надо сказать, что земля, на которую попал Колумб, это, в общем, была, скажем так, периферия Карибского бассейна. Это была группа небольших островов, такого рифового происхождения. населяли эту землю индейцы Араваки Тайно. Это одна из групп индейцев, которая расселилась по большим частям Алахантил. И индейцы, которые, в общем, не представляли собой высокоразвитую цивилизацию. Уместно будет вспомнить, что, собственно, индейцами ты их назвал именно Колумб, рассчитывая, что он недалеко от Индии. Индия, по-испански. Да. Колумжи, естественно, воспринял их, ну, глядя на их смуглый цвет кожи, воспринял их как жителей Азии. И посчитал, что это один из самых восточных островов Сипанго или Чипанго, Японии. Поэтому следующим шагом, как он предполагал, было плавание далее, на запад, на юго-запад, где, возможно, было найти основную группу островов, которая принадлежала Японии. Поэтому, в принципе, в открытии этих островов ничего такого необычного с точки зрения Колумба не было. Он нашел землю там, где, в общем, и ожидал увидеть. Но рассчитывал сделать следующий шаг. Да, естественно, рассчитывал сделать следующий шаг. Об этом следующем шаге мы поговорим в нашей следующей передаче, потому что, к сожалению, сегодня наше время истекло. Мы обязательно вернемся к нашему Колумбу, к нашему герою. Растаемся мы как раз с ним в в тот момент, когда его планы, в общем-то, осуществились. Что с ним было дальше, мы расскажем в следующей передаче. Я хочу поблагодарить наших гостей за очень содержательный разговор. Мы обязательно его продолжим. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, чтобы снова, через некоторое время, продолжить наше путешествие в историю «В поисках истины». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok